Сегодня у нас в гостях три девушки из Шимкента, но первый курс обучения они закончили в разных городах. Но с какими трудностями им пришлось столкнуться, мы сейчас узнаем. Пойдемте. Здравствуйте. Поначалу было очень сложно привыкнуть к городу, к людям, и вообще учиться в принципе тяжело. Не хватает поддержки родителей, но со временем уже привыкла, и сейчас уже приехав сюда в Шимкент, не хватает той самостоятельности, которая была там. Университет я выбирала по принципу того, кто приезжал сюда к нам в Шимкент, потому что я поступала отсюда. ЕНТ нет, я не сдавала, я написала отказ от ЕНТ, потому что мне в принципе это было не нужно. Ну, поначалу было сложно, конечно, потому что здесь родители, и резко меняется, и ты резко становишься самостоятельным человеком, это, конечно, сложно. Но потом я привыкла уже, также было сложно находиться без друзей, потому что там ты никого не знаешь, ты ходишь один, и это как-то сложно. Но единственное, что спасало, это друзья с университета, вот с ними в основном я общаюсь. А университет я нашла, получается, к нам в школу, пришли и начали рекламировать именно этот институт, и я такая, ну ладно, пойду, сдам экзамены. Сдала, и вот в итоге и поступила. А ты у нас учишься в Шенкенте, вот расскажи, вот интересно первый курс прошел, может практика какая-то была, вот для тебя, что было в новинку? Мне, поначалу мне было сложно, потому что большинство людей было не русскоязычных в моей группе лично. В конечном итоге в моей группе оказалось всего лишь 4 человека. Для меня это было удивительным. Но в конечном итоге мы все подружились, и все хорошо. Потом летом нас вывозили на практику археологическую, там было очень интересно. Я столкнулась там с разными трудностями, но в скором времени все преодолела. Ну, в общем, мне все нравится. Я живу у родственников. Родители помогают мне тем, что, ну, если возникают какие-то трудности, я пишу им, они отвечают мне. Домашние задания я, как бы, выполняю на ноутбуке дома сама. Преподаватели строгие, как они проверяли домашние задания, курсовые, вот так? Да, ну, каждый по-своему строгий. Ну, есть лояльные преподаватели, а есть, которые требуют своего и прям вот очень жестко относятся к тебе. Но, мне кажется, это и лучше, потому что ты научишься их предмету и будешь больше понимать. А как ты профессию свою? Профессию выбирала по тому принципу, ну, что мне было ближе. Вот, я учусь на инженера, и, как бы, ну, физика мне ближе по душе, чем какие-то остальные предметы. А также у меня родители тоже инженеры, и поэтому мне как-то более легче было. Я живу в студенческом общежитии, которое мне предоставил университет. Общежитие очень хорошее. Есть ремонт, в каждой комнате есть даже балкон. На балконе мы часто отдыхаем с девочками, с соседками, так и из других комнат с девочками, еще из других отсеков. Кушать готовим там же, в общежитии. Бывает все вместе, бывает, каждый готовит себе сам. Чаще всего каждый готовит себе сам, потому что у всех разные бывают предпочтения в еде. Сколько у вас девочек живет в общежитии? Вообще по трое человек заселяют, но нам повезло, нас заселили вдвоем с моей подругой. Мы с ней очень сдружились так. Мы еще и однокушницы. Поэтому пока живем вдвоем, но в этом году, наверное, к нам еще кого-нибудь подселят. А вы куда-нибудь выезжаете? Потому что Санкт-Петербург – это огромный город. Куда-нибудь ходили там на выставку? Конечно, мы ходили на выставку в Матильяне, я помню. Ну, в принципе, посещаем музей, Эрмитаж, русский музей. Также мы очень любим проводить время на Финском заливе, так как там есть Балтийское море. И вообще Санкт-Петербург такой город, там есть и музеи, и вот эти вот все выставки, и вот эта большая вода. Вот. Мы чаще всего там время проводим. Так как мы учимся на рекламе, мы еще очень часто посещаем всякие форумы, конференции по нашей профессии, так как это помогает нам, ну, практиковаться в этом. Да, в 1 сентября наш университет организовал нам такую, так скажем, вечеринку. К нам пригласили группу «Моя Мишель». Это было в клубе «Аброра», вроде бы, я уже точно не помню название. Вот. Ну, было весело, и, в принципе, мне кажется, мало кто организовывает такие вечеринки для студентов. Вот ты живешь в Шенкенте, ты сдавай ЕНТ. Как это сдавать ЕНТ? Потому что у нас сейчас все боятся стачи этого. Как ты выбрала университет? Ну, насчет ЕНТ было очень страшно, потому что даже в школе нас очень сильно учителя напрягали с этим вопросом. Пугали нас то, что мы не сдадим, мы не сможем никуда поступить. Многие писали отказы. Но благодаря семье я все-таки решила сдать ЕНТ. Я очень переживала, но поддержка мамы с папой мне помогла. Я сдала ЕНТ, набрала хорошее количество баллов. Потом я просто сдала документы в университет на грант. И какие профессии выпали, я уже ждала, когда будут результаты. И в конечном итоге я поступила на историко-географа в педагогический университет. Ну, только в финансовом плане я получаю стипендию. В свободное время я либо нахожусь с друзьями, либо иногда университет проводит такие мероприятия, как викторины, либо же какие-то форумы для своего развития. На самом деле это очень интересно, когда ты сидишь в кругу разных людей, и каждый высказывает что-то или проводятся какие-то игры. Ты узнаешь много нового и полезного, и сам развиваешься, и развиваешь свою личность. Нашим одиннадцатиклассникам я хочу пожелать, чтобы они не останавливались на достигнутом, чтобы они пробовали себя в разных университетах, потому что, надеюсь, у вас все получится, если вы этого хотите. Но также не забывайте про свой родной город, где вы живете, где вы выросли, и, надеюсь, у вас все получится при поступлении. Всегда выбор делайте сами, но мы вам желаем отличного учебного года. До новых встреч!